Влага, которая не покидает наши регионы, Краснодарский край и Ростовскую область практически последний месяц, напитала и насытила поля, идет активная вегетация, идет активное нарастание биомассы, посевы выглядят очень красивыми. Основным недостатком это то, что сейчас проявляются сорняки. Нужно отметить, что в период интенсивного перевлажнения мы будем ожидать несколько волн сорных растений, поэтому будут огрехи проявляться на поле. Они уже сейчас активно проявляются. Очень большое количество злаковых сорняков сейчас проявилось на поле. Двудольные также проявляются. Это все связано, конечно же, с повышенным увлажнением посевов. Аграрии Юга Аграрии Юга вообще это флагманы и это локомотив вообще сельского хозяйства России, поэтому они всегда работают в режиме нон-стоп 24 на 7. Но погодные условия, к сожалению, в этом году препятствовали проведению уходных работ в срок. Есть посевы, где гербициды применили в фазу начала калашения. Это, конечно же, очень поздно. Это может быть и стресс для самого растения и малоэффективностью по переросшим сорнякам, потому что чем сорняки более развитые, они имеют более толстую кутикулу, более интенсивное опушение, и, конечно же, возникает повышенная устойчивость к гербицидам и снижается тем самым эффективность. И мы видим очаги переросших растений в этом году в посевах зерновых. Зачастую сельхозтоваропроизводители в этом году препараты на основе АЛСГ-ингибиторов применяли совместно с аминокислотами. Это можно делать, если только растение находится в фазе семидоли. Если растение перешло в фазу настоящих листьев, то здесь есть обратная реакция. То есть идет компенсация эффективности гербицидов за счет применения аминокислот. И мы видим, конечно же, снижение эффективности. Но большим, конечно же, фактором, который снизил эффективность гербицидов, это применение гербицидов не в срок, то есть по переросшим сорнякам. Это основной лимитирующий фактор в этом году гербицидов. Сорняки в этом году имели, вернее, они наоборот не имели конкуренции, потому что с осени в многих районах Краснодарского края была схожесть растений была низкая. Посевы появились спустя полтора месяца. Было очень низкий стеблистой, было плохое кущение. Сорняки очень активно вегетировали. Они абсолютно не имели никакой конкуренции с сорнями растениями. И нужно отметить, что сорняки активно растут и развиваются при температуре 4-6 градусов. А гербициды мы можем применять только от 10 до 25 градусов. Поэтому вот этот дисбаланс в этом году в антогенезе культурных растений, сорных растений и технических характеристик гербицидов создал предпосылки для снижения эффективности гербицидов. Для усиления эффективности гербицидов применяются адъюванты, которые снижают поверхностное натяжение рабочего раствора на поверхности сорных растений и увеличивают эффективность. В компании Сумиагра есть органо-силиконовый адъювант Мидгард, который применяется совместно со всеми пестицидами, то есть и с фунгицидами, и с гербицидами. И самое главное, это применение с почвенными гербицидами. Он также усиливает их действия. Мучнистая роса Мучнистая роса – это такой же патоген, как и все листовые пятнистости, и при массовом его развитии он значительно может снизить урожай. А если еще и способствуют погодные условия, как в этом году, а если еще и способствует особенность циноза, то есть повышенный травостой, как в этом году у нас сформировалось, то, конечно же, мы даже на некоторых сортах можем наблюдать эпифитотильное развитие. Но если будут проведены фунгицидные обработки в срок, заранее, то, в принципе, это заболевание можно сдержать, и оно не сможет нанести такой вредоносности. С этим заболеванием бороться обязательно, конечно, нужно. Чем Вы рекомендовали работать к своим клиентам? Какими препаратами? Ну, это препараты на основе таких действующих веществ, как дефиноконазол, пропиконазол, ципроконазол. Если это ранние бракботки, это действующие вещества с химического класса струбилуринов. Ну, возможно, совместное применение, триозольные и струбилуриновые препараты. Не оказывают ли они ретардантного эффекта на пшеницу? Триозолы, некоторые триозолы, конечно же, такой, как тибоконазол, может оказывать ретардантное действие. Его можно применять при температуре только выше 12 градусов. При более низких температурах этот фунгицид, это вещество не работает. Поэтому на ранних сроках сева иногда применяют более мягкие препараты. Там из группы, допустим, бензиамидазолов, вот как наш топсин на основе теофонатметила, которые применяются при пониженных температурах от 5-8 градусов при раннем развитии листовых пятнистостей, в том числе мучнистой росы. Септериоз Септериоз – это такое заболевание, которое последние, наверное, 5 лет в посевах зерновых культур практически достигло апогеи. Года три назад мы вообще отмечали на юге септериозные цунами. Мы отмечаем с осени большой запас инфекции в посевах. Идет накопление, щадящие обработки почвы, которые консолидируют в себе инфекцию этого патогена, конечно же, создают все предпосылки для развития и потом интенсивного активного перезаражения уже в весенний период. Про травка семян может сдержать развитие септериоза или нужны обработки по вегетативной массе? Нет, это обязательно контроль. Это комплексный подход к этой проблеме. Это и агротехнические моменты, и создание оптимального роста и развития растений, чтобы был высокий иммунный статус, и, конечно же, своевременные фунгицидные обработки против этого заболевания. Обязательный контроль. И, конечно же, севооборот. Вообще, основная задача аграриев – как можно дольше сохранить флаговый лист, как можно дольше продлить процесс фотосинтеза. В нашей линейке имеются препараты для лечения и профилактики болезни пшеницы. Препарат Броудер на основе дифиноконазола и пропиконазола. Мы рекомендуем применение этого препарата после появления флаг-листа на более поздние сроки применения. За счет дификоназола пролонгируется защитное действие вплоть до фазы Т3, когда уже нужна будет обработка против фузыриоза колоса, если она будет нужна. Также Броудер активно контролирует все пятнистости – септериоз, пиренофороз. Также в линейке имеется классика сочетания ципроконазола и пропиконазола. Препарат Виртуоз, который обладает мягким действием, не обладает ретардантным действием, обладает эффективностью против мучнистой росы, ржавчины, грибов, но, к сожалению, обладает коротким периодом защитного действия. Так как в полях массовое развитие септериозной инфекции, мучнистой росы, есть некоторые предпосылки для возможного проявления желтой ржавчины, фузыриоза колоса в отдельных районах на поздних сортах, которые могут попасть под паркую такую влажную погоду. А, конечно же, это своевременное применение фунгицидов. Еще раз повторюсь, своевременное. Потому что если применительно взять фузыриоз колоса, то эффективны только прединфекционные обработки. Оптимальной фазой для обработки против фузыриоза колоса является фаза конец кущения, конец калашения, начало цветения. Начало появления пыльников – это оптимальные фазы. Но мы должны понимать, что эффективность препаратов не выше 50-60%. Наиболее эффективные действующие вещества – это тибуканазол, пропиканазол и метканазол. Они обеспечивают контроль микотоксинов. Но нужно отметить, что корреляция между наличием микотоксинов и фузыриоза колоса не всегда имеет прямую зависимость. Потому что микотоксины образуют не только грибы рода фузариума, но и другие патогены, которые населяют колоса. Мы знаем, что сейчас в последнее время очень ужесточилось требование к наличию микотоксинов в зерне. Зерновые трейдеры очень предъявляют к этому повышенные требования. В связи с этим контроль микотоксинов в зерне в этом году имеет большое значение. В линейке компании имеется препарат Топсина-М на основе теофонатметила. Его совместное применение с триозолами, повторюсь еще раз, с триозолами имеет отличную эффективность для контроля внутренней инфекции, для контроля микотоксинов в зерне. Я должна сказать сразу, что это не заболевание, это физиологические, это называется неинфекционные физиологические пятнистости, которые вызваны определенными стресс-факторами. В этом году это был погодный фактор, когда мы отмечали резкие колебания ночных и дневных температур, температурные качели. Которые были связаны с пестицидными обработками. И вот это накладывание двух факторов и создало предпосылки для проявления таких физиологических крабчатостей, штриховатостей, которые, в общем, способствовали панике у сельхозтоваропроизводителей. Это вот, в общем-то, все. Это просто реакция на стресс, на погодный стресс. Надо ли с этим что-то делать? В принципе, таких специальных мероприятий, конечно, нет. Но это стресс, да, это мы видим оборотную сторону стресса. Это его визитное лицо, эти все пятнистости стресса. Для борьбы, для предотвращения стресс-факторов и для вывода растений после стресса состояния, конечно же, можно применять аминокислоты. В нашем пакете есть препараты для снижения и выведения растений из стресс-состояния. Это препараты с повышенным содержанием аминокислот, сиаптон, молгерол, бомбардир, протеин. Как аминокислоты запускают природный, естественный, иммунный статус растения, помогая ему как преодолеть наступающий стресс-фактор, так и справиться уже с наступившим. То есть вот в этом вся суть работы с аминокислотами, с гормональными препаратами. На основе ауксина, цитокинина. В нашей линейке есть такой препарат, который называется MaxRise, который содержит в составе ауксина и цитокинина. Как видим, пока мы отмечаем повышенное переувлажнение, но это и страшно, что сейчас мы отмечаем, у нас вообще, особенно Юг России, больше всего он претерпевает вот эти климатические изменения. И вот эта непредсказуемость, вот эта стихийность температурная, стихийность по влагообеспечению может, конечно, вызвать и засуху неожиданную. Растения нагнали огромную вегетативную массу. Корневая система, ну, скажем так, не соответствует этой вегетативной массе. Вот этот вот дисбаланс может вызвать проседание растений зимой пшеницы. Конечно, мы можем это видеть и в сбрасывании побегов. Если совместить применение азотных удобрений с элементами, которые способствуют оттоку питательных веществ из листьев в колос, то можно повысить качество зерна в период засухи. Это препараты на основе серы. В нашей линейке есть препарат, который называется Белзофор с повышенным содержанием серы. Он способствует оттоку питательных веществ, процесс синякации в колос, и улучшает качество зерна. Также возможно применение физиологически активных веществ. Это различных кислот, индолилуксусной кислоты, аскорбиновой кислоты, аминокислот, которые являются ферментативными биоактиваторами иммунных систем. Как мы уже говорили, это тот же наш Сиаптон, это амолгерол, биозуфор. Это все препараты, которые помогут растению выйти из стресса, нивелировать негативное влияние стресса. Пока на юге создаются все предпосылки для отличного урожая. Возможно, на уровне с прошлым годом. Но, повторюсь, у нас еще впереди май не закончился, и июнь. Месяцы, которые очень сильно сказываются на показателях урожайности пшеницы. Поэтому, если погода будет носить такой же плавный характер, не будет резких скачков, не будет сильных проливных дождей, не будет повышенных температур, которые будут сопряжены с атмосферной засухой, то тогда все фазы вегетации пройдут плавно, затронут необходимое количество дней, растения наберут определенную силу, будет активное образование органического вещества, тогда у нас будет и качество, и количество зерна. Пока прогноз благоприятный, но еще впереди очень много «но». Сев в этом году очень растянут, очень нервозный, я бы так сказала. Разница между полями иногда в сроках сева определяется целыми месяцами. Ну, я не могу сказать, что те, кто посеяли рано, будут выигрыши. Так как мы наблюдали очень резкое снижение температур, и во многих районах, как Краснодарского края, так и Ростовской области, температура опускалась до 2 градусов. Соответственно, температура в почве также была ниже оптимальной для посева. То есть, возможно, посеяли при температуре 8 градусов, которая оптимальная для посева, но почва остывала, а семена, которые находились в ней, они не всходили. А даже если эти ростки пробивались, они очень долго находились в почве. Они в этот период подвержены очень сильному поражению почвенными патогенами. Поэтому всхожесть, конечно, в этом году на некоторых полях далека от оптимальной. К сожалению, когда пониженные температуры, эти всходы не могут появиться раньше. Вот в этом году мы столкнулись с таким, что всходы появились, всходы посева в сои в Успенском районе появились буквально через 3-4 недели. Это очень поздно, это очень долго. Точно так же подсолнечник появлялся поздно. Поэтому посев в холодную почву при пониженных температурах, хоть он и ранний, он не был в этом году оптимальным. И те, кто сеет сейчас, почва прогретая, она обеспечена влагой, получат быстрые, самое главное, дружные всходы. А в компании Сумиагра есть какие-то препараты, предназначенные для поддержания слабых всходов как раз пропашных культур, сои тоже? Да, конечно, имеются это препараты. Опять я возвращаюсь к нашим любимым аминокислотам. Это Сиаптон, Амолгерол, Бомбардир Протеин. Также препарат Магнацинк, который усиливает КПД фотосинтеза на кукурузе. Его отличное применение. Мы отмечаем препарат фосфонинфло с повышенным содержанием фосфора, который активизирует развитие корневой системы. Мы знаем, что если будет развита корневая система, то и надземная часть всегда будет оптимально развиваться. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...